МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте 50 рецептов первого раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство 50 рецептов первого. Просто вкусно! Хорошая хозяйка всегда стремится узнать больше кулинарных секретов. Сегодня мы нашли для вас еще несколько полезных подсказок. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами, будет интересно. Доброго и вкусного утра в проекте 50 рецептов первого вам желают блогер Марина Кондратьева и шеф-повар Александр Кириенко. Новый день пришел. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим хорошее, вкусное, питательное и полезное блюдо. Мы рады приветствовать вас утром. Выходное, летнее, солнечное утро. Вы только что проснулись, попали в наше заботливое объятие. Сегодня мы дружно приготовим обед. Правда, я пока не знаю, какой. Саша, на столе у нас свинина. Я вижу, я вижу мед, масло сливочное, груши у нас уже. Летнее, сочное груши, яблоки, баклажаны. В общем, я даже не знаю, тесто вижу. Пирог? Нет. Мы сегодня вместе с тобой, с гостями, приготовим свинину, которую завернем, назовем так, в одеялко из слоеного теста. И обязательно приготовим безумно вкусный, изумительный, такой простой, но очень интересный десерт. Это грушевый татен. Тарт татен? Да. Да, это замечательный пирог. Там нужно карамелизировать груши, насколько я знаю. Они должны быть как будто бы в карамеле и в тонком слое теста. Правильно я представляю? У тебя абсолютно верное представление, но мы его чуть-чуть переделаем. Да, в классическом исполнении он ведь яблочник, как правило, идет, да? Ну, тут плод, плод, да, абсолютно не принципиально. Здесь же важен сам процесс приготовления, сам процесс приготовления. Технология. Откуда он появился, как это случилось и что это вообще такое. А дальше это уже полет фантазии каждого человека. И сегодня вот это наш полет с тобой фантазии. Отлично. Тарт татен – это французский пирог, если я не ошибаюсь. А что касается нашей свинины, то это блюдо какой кухни, Саша? Ну, слушай, наверное, будем предполагать, что тоже оттуда. Тоже где-то, где-то близ в Франции. В общем, отправляемся во Францию на сегодня вкусный, сытный обед даже с десертом. Ура! Да. Да. Свиная вырезка в тесте. Вырезка свинины, слоеное тесто, лук, помидоры, анчоусы, мед, яйцо, тимьян, оливковое масло, соль, черный перец. Грушевый тарт татен. Груши, мед, мука, сливочное масло, яйца, разрыхлитель теста. Для начала я тебе попрошу снять кожицу с помидор, это сделать надрез крестиком. Да, надрез крестиком и окунуть их в кипяток. Небольшой, небольшой крестик. И окунуй буквально на одну минутку в кипяток. Оп. И второй, третий. Угу. Я тем временем займусь луком. Мы будем делать карамелизированный лук. Я так понимаю, начинаем мы не с тартатена, а начинаем мы с нашей свинины в одеяле. Да, да, со свинины начинаем. Вот, у нас сам процесс приготовления, он такой недолгий, но будет занимать время вот эти вот... Мелкие моменты, да, технологические. Да, мелкие моменты, да, все вот эти вот подготовительные процессы, они займут немножко времени. Оп. Итак, мы помним, друзья, что легче всего снять кожицу с помидоров можно способом совершенно простым. Довести воду до кипения и окунуть помидору туда буквально на одну минуту, предварительно надрезав их крестиком. Абсолютно верно. Либо просто ошпарить кипятком. То есть у вас какой-то есть сотейник, вы взяли сотейник, тоже сделали надрез кипяточком, чтобы потом было за что цепляться. И поливаете кипятком с большого чайника и все то же самое. Так, здорово. Вот таких советов мы всегда ждем от шеф-повара, который по выходным в нашем распоряжении, именно благодаря ему, наши обеды будут получаться еще вкуснее. Саша, что делаем дальше? Мы сейчас с тобой делаем немножко странное такое, в нашем постсоветском пространстве еду называется карамелизированный лук. Но он будет не просто карамелизированный, он будет карамелизоваться вместе с анчоусами. Анчоус – удивительный продукт. Это же семейство сельдевых, правильно? Да, это вот такие вот маленькие рыбешечки. Кстати, удивительно, обратила внимание, как правило, когда мы с шеф-поварами используем в нашей программе как анчоусы в какой-то соус либо салат, то мы берем их консервированными. А тут я впервые вижу, что ты взял высушенные анчоусы, засоленные. Я тебе объясню, почему. Потому что мы объездили весь город Минск и не нашли консервированных. И это выход из ситуации – взять соленые, ошпарить их кипятком, чтобы убралась лишняя соль, и мы будем использовать. То есть анчоус, он же не перестал быть анчоусом после этого. Так сказать, оживить их, прям оживить. Да. То есть, ну, если у вас чего-то нет, но оно вот требует, оно требует, потому что во Франции уже долго-долго время анчоусы используются как специи. То есть это не рыба, забудьте такое название – рыба. Это специя. Ее и не съешь, в общем-то, Саша. Я как-то пробовала. Это слишком насыщенный вкус селедки, соли много. Это вот просто оттенок вкуса. Абсолютно верно. Ты вот заметишь, что в конце нашего приготовления она растает, и ты ее даже не увидишь. А как ты вообще относишься к тому, чтобы заменять продукты вот в рецептах традиционных? Вот что касается наших телезрителей. Мы предлагаем им определенный рецепт, если у них нет того или иного продукта, или они не любят тот или иной продукт. Как ты относишься вот к такому моменту адаптации твоих блюд? Вот. Вот наш выход из этой ситуации. Я сам так делаю. Я сам так делаю всегда. Сто раз так делал, да? Да, действительно. Вот. Поэтому смело вперед, никаких опасений. Ну, не понравилось, не понравилось, зато вы будете знать точно, что так делать больше не надо. Я вижу, что настало время доставать томаты, потому что вот оно, оно видно. Где наша камера, Саша? Можно я у тебя продолжу ненадолго? Да, да. Оно видно, как кожура сама начинает отстраняться от томата и вот так вот легко сниматься. Обратите внимание. Быстро, ловко и без особых усилий мы чистим наши томаты от лишних компонентов. Саша, где ты, расскажи, позаимствовал рецепт этого блюда? Свинина в одеяле. А, если мне память не ошибает, где-то, по-моему, в интернете я что-то лазил, смотрел. Наш человек, друзья. Уверена, ты его адаптировал под себя? Немного адаптировал я под себя, потому что это была баранина. А, ну да. Это изначально, да, была баранина в оригинале. Ну, правильно, видишь. А вот мне интересно, Саша, кстати, ты же знаешь, что я блогер, да? Да, конечно. Ты в курсе, да? Ну, да. Как ты относишься вообще вот к блогерам, которые пишут о еде, которые опубликуют свои рецепты, которые делятся своими советами, со своей аудиторией, со своими читателями? Доверяешь ли ты этим людям или смотришь на них скептически и с опасением? Ты знаешь, раз появились такие люди, значит, кому-то они были нужны. Значит, раз они не исчезли, не исчезли так же быстро, как появились, продолжают быть, значит, есть спрос, значит, кто-то читает, смотрит. А мое мнение, я даже не знаю, что у тебя. Ты не относишься, ну, то есть, может быть, ты не пользуешься их каким-то творчеством, то есть ты... Нет, я читаю, я читаю, не со всеми я согласен, потому что, естественно, у меня есть свое собственное мнение. Ну, как в жизни, не со всеми же людьми ты согласен, правильно? Ну, никого не критикую, потому что я не имею права это делать. И стараюсь, ну, не высказываться. Прочитал, пережил, забыл и все. Ты знаешь, очень правильный подход. Я такой мужской, надо сказать. Спасибо. А если они есть, значит, это кому-то нужно. Если они быстро не исчезли, значит, это кому-то интересно. Я очень приветствую твой подход, Саша, и надеюсь, что мой блог тебе интересен. Мне очень-очень нравится в Инстаграме наших 50 рецептов. Вот, вот, это мое, вот, вот, мне очень... Тебе подходит эта социальная сеть, да? Визуальная такая. Она такая простая, понимаешь, не надо там особо мучиться, да? Ты листаешь картинки, нравится, понравился, два раза нажал, не нравится, пролистнул дальше. Друзья, вот берите пример, вот серьезно. У нас же есть официальный аккаунт Инстаграм 50 рецептов. Подписывайтесь одним движением пальца, двумя движениями пальца, ставьте нам лайки. Это просто и приятно, на самом деле. Даже вот нашему шефу нравится, который, казалось бы, не особо должен дружить с интернетом, а больше времени проводить на тупике. Не то слово, я дружу, я даже делаю репост. О, ты умеешь это делать? Я не только это умею делать. У тебя есть специальное приложение для репоста? Конечно. У меня есть даже специальное приложение для того, что делать калаш. О, так ты профи? Нет, но я стараюсь. Друзья, добавляйтесь к нашим страничкам, ставьте нам лайки. Это будет говорить о том, что вам нравится то, что мы делаем. И мы делаем это не зря, мы делаем это для вас. А тем самым вы будете мотивировать нас делать еще больше, еще вкуснее, еще интереснее. Так, Саша, мои помидоры готовы. Теперь, что с ними делать? Для чего вообще мы это делали? Куда у нас пойдут помидоры и в каком виде? Расскажи. Мы будем, дорогие друзья, делать помидоры, которые носят такое название «высушенные на солнце». Вяленые. Вяленые, да. Вяленые томаты, мы же знаем. Вяленые томаты. Наши друзья смотрят нас, они знают, что это такое. Поэтому, да, я попрошу тебя продолжить разрезать на 4 части. Ну, может быть, если совсем крупные, то чуть-чуть побольше. На 6 частей. Да, на 6 частей. Вот, удалять плодоножку и вырезать мякоть. Вырезать мякоть, оставлять только вот верхний слой, который нам нужно. Кстати, Саша, я не знала, что для того, чтобы вялить томаты, нужно очищать их от кожуры. То есть я так не делала, когда вялила томаты единственный раз в жизни. Теперь будешь знать. Ну, а вообще в баночках их не убирают, по-моему? Нет, убирают. Убирают? Да, оригинали настоящие итальянцы, они вырезают, потому что, ну, не совсем приятно, когда оно где-то там в десне приклеится, этот кусочек помидорки, да, и нависит, и ты сидишь за столом и не можешь. Ладно, это в домашних условиях. Но если где-то ты в общественном месте, и я не знаю, как у вас, но у меня это вызывает огромный дискомфорт. Я себя чувствую неудобно так, что аж не могу. Мы нагрели масло, обязательно оливковое масло, и сейчас отправляем туда наш лук. Кстати, вяленые томаты, кто придумал вяленые томаты? Наверное, жители южных стран. Именно в Италии есть специальная сорта томатов, которые они вялят. Они сладкие, выращенные в открытом грунте, наполненные лучами солнца и сахарами. Такие вяленые томаты выкладывают в баночки, заливают оливковым маслом, возможно, с каким-то вкусом, возможно, с трюфельным или чесночным, чтобы было больше ароматов. И таким образом хранят продукт в холодильнике в течение полугода, добавляя его в различные блюда, продукты. Или на брускетту просто бутерброды с ними делают. Это очень вкусный и полезный продукт. Только представьте, в одной баночке, не знаю, наверное, полкило томатов в итоге получается. И все эти микроэлементы, все питательные вещества. Ну вот вспомните, насколько полезна курага. Вот так же и полезны вяленые томаты, только по-своему. Нам нужно сделать чуть-чуть под руками. Смотри, мы берем вот эту вот помидорку и срезаем вот так. И это удаляем, да? Да. Вот так вот срезаем, оставляя вот такую вот плоскость. Лодочку. Да. Итак, что делаем дальше? У нас обжарился слегка лук. Слегка. Что значит, в чем различие пассеровать и карамелизовать? Это в том, что мы будем добавлять для карамелизации сахар. Настоящий сахар. Настоящий сахар, да. Будем делать лук сладким, точнее, еще слаще, чем он есть на самом деле. Мы высыпали вот где-то порядка двух, двух с половиной столовых ложек. Давай покажем, как мы это делаем. Делай. Две, две с половиной столовые ложки. Уже в тот момент, когда он слегка обжарился и стал таким полозвращенным. Да, да, да. Никогда он бледный, да. Когда видишь, он такой золотистый. И добавляем штуки три-четыре вот. Анчелся. Да, анчелся. Телеком так вот? Да, да. Они просто аромат придадут, да? Это заменит нам соль и придаст такой безумно-безумно оригинальный вкус. Безумно. А мы напомним вам, друзья, что Саша у нас не солит еду. И нас призывают есть еду без соли. И всеми способами, возможными, пытаются заменить этот продукт в разных блюдах. Абсолютно верно. Ну, между тем, он, конечно, балует меня тем, что подсаливает все-таки немножко блюдо. Ну, это для тебя исключительно для тебя. Когда я уже не выдерживаю вот этого нового вкуса. Но в целом мы стремимся. Мы призываем вас к здоровому образу жизни. Не то, чтобы мы требуем, чтобы вы не солили еду, но говорим о том, что такие варианты тоже есть. И жизнь без соли, она существует. Задумайтесь. Задумайтесь. Саша, это все, Саша. Продолжаем. Продолжаем. Итак, нам для вяленых томатов понадобится с тобой немножко масла. Но это мы уже будем поливать, когда будем выкладывать. Я, кстати, подготовил для тебя... Вот наши лодочки. Томаты мы превратили в лодочки. Да, я для тебя приготовил вот такой вот... Я выкладываю сюда, да, аккуратно? Да, выкладываю аккуратно сюда. Поперчим, а я тебе подготовлю чесночок. Саша, обычно томаты вялят при очень низкой температуре, если я не ошибаюсь, это 80 градусов в течение 5-8 часов. Мы немножко ускорим процесс, у нас нет этого времени, и мы физически просто тогда, я не знаю, сколько мы будем готовить с тобой. Да, согласна, Саша. Ну, дело в том, что для того, чтобы приготовить блюдо сейчас, наверное, это нормальный вариант вялить томаты. А для того, чтобы поставить их храниться, как я и рассказывала, в баночке в холодильнике, то, конечно, нужно придерживаться правильной технологии приготовления. Правильно, Саша? Абсолютно верно. Итак, солить мы их не будем, мы их поперчим. Перчи, да. Польем оливковым маслом и добавим чесночка? Да, постарайся, пожалуйста. Здорово, обожаю чеснок. Выложить. На каждую, да? На каждую, да. Буду стараться. А подай мне камеру, я буду показывать нашим друзьям, как я это делаю. Я ведь блогер, знаешь ли. Возможно, я в будущем видеоблогер, учитывая то, как я уже ловко работаю с камерой. И чесночок. В каждую лодочку мы кладем по несколько кусочков чеснока. Да. Вот наша конструкция, что еще? А, травы, травы нужно добавить. Кабрица и маслица. Понемножку, да, Саш? Совсем по чуть-чуть. Держи. Спасибо. Вот аромат будет, чувствую. Одни эти томаты уже прекрасный обед. А если еще и с картошечкой. Ну что, при какой температуре, сколько времени им понадобится? Что мы приготовим? Мы будем, я говорил, да, хитрить. Мы будем ставить в 185, но мы будем доставать и совывать. То есть мы будем охлаждать их и будем продолжать их запекать. Потом охлаждать, запекать. То есть такая манипуляция, но это намного сократит время их вяления, нежели мы бы делали по-твоему, как ты говорила, 80 и на 5 часов. Пробуем, что у нас получится. Как тут наш лук? Как тут наш лук? Да, покажи. Я понюхаю. Кстати, анчоусы чувствуются. Такой легкий-легкий морской аромат. Вот, они еще должны закаримизоваться. Они должны быть такие, как стеклянные. Стеклянные на цвет. Нет, лук. Вот, каждая луковинца должна быть как будто стеклянная, поэтому оставляем это и берем, будем приготовить. Переходим к свинине. Так, к свинине. Это слишком большой кусок, поэтому мы будем делить ее на порции. Так, разрезали на порции. Только для тебя. Чуть-чуть подсаливаем. Подашь мне перчик, пожалуйста. Конечно. Держи. Получается, мы не можем продолжить готовить наше мясо, потому что томаты все еще запекаются, а лук все еще карамелизуется. Да, мы оставим это все в сторонку, и мы приступим к приготовлению нашего десерта сладкого, этого грушевого татена. Да, а у пирога этого интересная история, которая берет свое начало во Франции 18 века. Написано, что Жан Татен был владельцем небольшого заведения, где можно было получить ночлег и поесть. У Жана было две дочери, которых звали Каролина и Стефания. Стефания была отличным кулинаром и готовила свой фирменный яблочный пирог для гостей. Все его очень любили. И все время заказывали, и заказывали, и заказывали. Со временем у постоялого двора появился свой ресторанчик, который пользовался большой популярностью. В роковой выходной день посетителей было так много, что Стефания, забегавшись, забыла про то, что оставила яблоки карамелизоваться. И вспомнила только тогда, когда услышала запах жженых яблок. Делать вторую порцию было некогда, и она прикрыла начинку пластом теста и отправила в печь. Как рачительная хозяйка, Стефания поставила перевертый пирог ненадолго в печь, а потом подала его в таком нетрадиционном виде, покрытом карамелизированными яблоками. Пирог, естественно, как и всегда, это хэппи-энд. Пирог всем очень понравился. И с той поры, с самого 18 века этот пирог пользуется большой популярностью во всем мире и подается практически в каждом кафе и ресторане. Подают его, как правило, жирными сливками или шариком ванильного мороженого. Начну озвучивать. Нам понадобится мука в количестве 200 граммов. Нам понадобится масло сливочное 150 граммов. Нам понадобится мед 200 граммов. А что там еще нам понадобится? Нам понадобится разрыхлитель теста, один пакетик. И, естественно, нам понадобится груши и яйцо, куриное яйцо. Подожди, подожди, Саш, неужели ты сам будешь готовить тесто для Тарт-Татена? Да. Серьезно? Серьезно. Ну, я же сказал, что сегодня мы не будем лениться и сегодня мы будем готовить самое настоящее. Нам понадобится так что еще такое вот какое-нибудь приспособление, в котором вы сможете запекать. Саш, может, уже пора что-то с томатами? Там они не приготовятся у нас? Нет, нет, нет. Мы можем наблюдать. У нас стеклянная окошка, мы можем наблюдать. Я думаю, процесс только-только пошел. Да, они уже опустили сок и немножко даже там журчат-урчат. А чеснок уже слегка подгорел. Ну, нам нужны томаты, а не чеснок, поэтому нужно идти на жертвы и можно идти на какие-то небольшие жертвы ради вкуса. Таша, что ты делаешь с фольгой? Расскажи. Нам нужно постелить дно фольгой. Вот он не совсем такой удачный получился. Мы застилаем дно. Давай, покажем, как мы застилаем дно. Фольгой. Даже можно еще больше обрезать совсем дно. И для чего это делается? А чтобы на тот случай, если вдруг прилипнет, если вдруг прилипнет, а мы себе не можем позволить это, чтобы мы его могли извлечь оттуда. То есть это ты уже работаешь над той формой, в которой мы будем готовить наш татен. Да, да, да. Мы на секундочку отвлечемся от нашего десерта и... Вспомним про лук. Да, посмотри, посмотри. Посмотри камерой. Покажи. Вот такой вот он должен быть. Весь. Весь такой... Стеклянный такой... Хочется его съесть. Ну, еще подожди. Признаюсь. Мы его отставляем в сторону, пускай он остывает. Ты отвлекись, а я пока начну потихонечку чистить грушу, пока ты заканчиваешь. Да, счищай, пожалуйста, кожуру, только оставляй ее целиком, не разрезай. Не разрезай, хорошо. Тем временем, когда вот мы вырезали этот круг, мы его посыпаем мукой, посыпаем мукой, чтобы он был абсолютно весь просыпан, и лишнее, лишнее всыпаем. Вот, у нас есть, я уже говорил, что мука, определенное количество, мы ее просеем. Ты будешь готовить именно слоеное тесто, Саш, или нет? Нет, не слоеное тесто, это будет тесто немного другое. Что же за тесто это будет? Обыкновенное простое тесто, мука, яйцо, сливочное масло, да. Нам надо мед, мед выпарить. Прямо выпарить? Как можно выпарить? Да, ну, карамель, извини, неправильно сказал, карамелизовать. Медовый аромат, такое чувство, что ты на поляне с цветами, вокруг летают бабочки и пчелы, а ты греешься под лучами летнего солнца. Так, у нас с тобой превратилось, да, в карамель, закарамелизовался, мы выливаем на дно. Ух ты, как красиво, мы даже сахар не добавляли, да, Саш? Нет, конечно, зачем, это же мед. У нас натуральное. Здесь все натуральное. Я почистила, между тем, груши, теперь готова их нарезать. Разрезай их пополам, пожалуйста. Вдоль, да? Да. Разровняли, чтобы было везде. Так, я тебе помогу, потому что здесь такой наш процесс. Не надо ничего вычищать, Саш? Надо. Надо, да? Там они такие нежные, эти косточки, мне кажется, мы их даже не заметим. Нет, ну, не помешает, если мы их удалим. А удалим мы их при помощи обыкновенной... Нет, при помощи обыкновенной ложечки. Покажи, подожди, подожди, давай покажем. Это всего лишь навсего делается вот таким вот образом. Ух ты, как просто! И ничего лишнего не убираем? Абсолютно верно. Так я боялась, что мы нарушим эту нежную конструкцию груши. С белой такой, сочной. Выдавим соки, когда будем вырезать. А тут все так ловко, класс. Прекрасная груша у нас получилась. А теперь мы эту грушу делаем надрезики. Какие, покажи. Вот такие. Так, и надрезаем. Надрезаем? А для чего это, Саш? Это для того, чтобы она приобрела форму веера. Вот так. Красиво. Вот мой веер. И выкладывает туда сразу. Вот так вот? Да, 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 выкладывай. Теперь мой веер. Что-то у нас много груш получилось. Или будем выкладывать одну на другую? Нет, мы не будем одну на другую выкладывать. Мы будем плотнее делать. Ой, ты как красиво. Смотри. Смотри, Саша. Ну и все. Я последнюю, я последнюю. А ту половинку. Можно съесть? Да, скушай. Обожаю лето. Обожаю лето за эти соки. За эти десерты, которые растут на деревьях, на грядках. Все готово. Все, ничего лишнего не нужно. Ну, разве что немного меда и теста. И получается пирог для всей семьи. Сейчас мы продолжим, мы будем готовить тесто. Для этого нам понадобится растопить масло. Есть у нас сотейничек чистый. Мы отправляем туда 150, это пачка 200, поэтому 50 оставляем на тарелке. Я хочу заметить и рассказать нашим телезрителям, что у нашего пирога сегодня есть очень важная, яркая и удивительная особенность. Мы готовим его абсолютно без сахара. Только с медом? Только с медом, да. У нас сегодня такой десерт, который, можно сказать, от природы. Там, груши, мед, в общем, зависит. Остатки меда я отдаю тебе. И возьми, пожалуйста, 4 яйца и остатки меда. И взбей, перебей, перемешай их. Перемешать эти продукты, да? Да, тем временем я растопливаю сливочное масло. И вот у нас мука, которая потом воссоединится въедино совсем. Ну, как у нас дела? Отлично, все хорошо перемешано. Мед там немножечко тягучий. Тут еще совсем маленькая часть осталась. Я буду тебе маленькими дозами добавлять сливочное масло. Да, оно горячее, поэтому маленькими дозами. Чтобы остужать как бы, да? И яйца не сварились, чтобы. Абсолютно верно, чтобы яйцо не свернулось. Давай, я готова. Мы все готовы. Ну, все, все. У нас все получилось. Яйца целы, невредимы, не сварились. Масса получилась плотная, однородная, красивая, желтая, солнечная. Все, Саш, мне кажется... Сейчас мы с тобой меняемся сосудами. Ага, сосудами. То есть я продолжаю работать. Да, и теперь я буду делать то же самое. Ты меня без дела не оставишь. Да, теперь я то же самое буду делать. То есть никаких миксеров, никаких блендеров, все чисто руками. Зачем нам миксеры или блендеры, если есть их? Действительно. И вот эта вот штука она, да? Да. Вот он, добрый шеф, который превращает медленно, но верно, превращает меня, блогера, в су-шефа настоящего. Мне кажется, я могла бы быть твоим верным помощником на ресторанной кухне. Сейчас мы все увидим, камера покажет. О, она такая плотная становится, Саш. Давай. Мне уже нужна вторая рука и третья, возможно, даже пригодилась бы. Держи. Третья будет твоя. Благодарю. Крепкая мужская рука. Тесто должно быть густым, плотным или жидким? Нет, оно должно быть средней густоты. То есть оно сейчас будет обволакивать все наше, да. Мы добавляем туда разрыхлитель. Самая главная задача, мне кажется, будет потом изъять этот пирог из формы, в целом, невредимым и красивым. Мы еще покажем вам один такой уловку хитрую. Слошные секреты. Как я и говорила в самом начале программы, сегодня мы делимся секретами, которые могут стать отличными помощниками вам на кухне и в ваших кулинарных процессах. Вымешали тесто. Красивое, желтое такое, прям вот домашнее тесто. То, что надо. Полностью закрываем груши. Полностью. Полностью. Ну, ты сама, да. Сама и вы видите, что наше тесто сейчас равномерно займет свое место. Вот, поможем ему немножко. Помоги же ему немножко. Поможем ему немножко. Я тоже помогаю. Помогаем ему немножко. И потом, чтобы форма заполнилась так, как нам надо. Берегите камеру. Выпускаем воздух. И таким образом, то есть, когда мы бьем, получается... Я видела, как один пузырь сдулся. Да, получается, выходит воздух, который нам абсолютно не нужен. И тесто немножко спрессовывается. То есть, заполняет все, 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 все там расщелины между грушками. Все. Теперь вот в таком вот виде мы отправляем в духовку при 180 градусах на 20-25 минут. Вот, но визуально смотрите. Ты знаешь, что я думаю? Нет. Этот пирог будет хит этого лета. Белорусский хит. Будем надеяться. Ну вот, посмотри, что у нас получилось. Что же у нас получилось? Можно ли попробовать? Я не могу, я не могу просто смотреть. Давайте мне какой-нибудь маленький, маленький. Да, вот я немножечко. Ну ладно, уговорила. Вот. Вот что у нас получилось. И мы сейчас будем план наших действий. Мы будем сейчас раскатывать с тобой тесто. Мы тонко раскатываем, я не знаю, как толсто. Только чтобы не порвалось. Смотри, нам нужно, не забывай, нам нужно с тобой вместить вот этот кусочек, чтобы оно полностью со всех сторон закрыло. Я сейчас его, конечно, немножко уменьшу. Сделаю его чуть-чуть меньше путем наливания масла на сковородку и обжаривания. А, ты обжаришь его, да? Да, я немножко закрою его со всех сторон, да, поры закрою со всех сторон, чтобы не так много сока выделял. Куда же, в какую часть этого блюда у нас идут вяленые томаты и карамелизированный санчоусами лук? Мы сейчас это будем все выкладывать на слой тесто. На тесто, да? Да, на тесто. Это будет такая очередность. Лук, помидоры, мясо. Мясо. Скручиваем, смазываем и запекаем. Ой, как интересно. Вкусно будет. Можно я уже начну? Да, да, да. Только не забывай, потому что у нас три кусочка. Да, и надо на три распределить. Итак, я выкладываю лук и обращаю ваше внимание, друзья, на то, что он очень красивый, но чрезвычайно красивый. Я никогда не... Можно я попробую вообще? Попробуй, конечно. Должна все пробовать. Почему слова, когда есть возможность попробовать? Это просто десерт какой-то. Томаты можно мне? Да, возьми, пожалуйста, томаты. Я тебе покажу. Таким образом. Смотри, вот так. Нет, с собой. Так, да. Нам не так не хватит, надо пореже. И вот так три, да? Да. О, красота какая! Мне уже нравится. Ты знаешь, даже без мяса это выглядит роскошно. Мне кажется, запечь это в тесте и будет уже вкусно. Еще подготовим сразу, пока есть у нас время. Льезон. Время, да, льезон. У тебя прям такие гигантские медальоны свиные получились. Нормально ли это кусок мяса, Саша? Не получится ли так, что он внутри окажется сырым, не пропечется, а тесто уже подгорит? Поэтому мы с тобой и обжариваем его. Запечатали с этих сторон. Красота. Я тебе подкладываю первую. О, спасибо. А то, что он горячий, не страшно, тесто у нас не растает? Ой. Саша, делаю как умею. Ох, какой у нас получился. Так, я уже. Шар. Смотри. Какой. Бочка какая с мясом. Итак, друзья, наша свинина уже упакована в тесто, в котором находится карамелизированный лук с анчоусами, а также вяльные томаты с чесноком и травами. Нам оставилось отправить ее в дыховой шкаф. А здесь совсем мало времени нужно для приготовления. Это буквально 15 минут, чтобы тесто приготовилось и все. И все готово. У нас же 15 минут и все готово. 15 минут и мы будем подавать к столу наш потрясающий французский обед. Вот это да! И соус даже готов к ним тут же. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Что у нас тут получилось? Помнишь, я тебе говорил, что у нас есть небольшой секретик, про который я обещал и вам, и тебе рассказать? Помню. Для того, чтобы очень хорошо пирог отставал, вам нужно полотенечко намочить холодной водой. Холодной водой. Слегка отжать, чтобы оно не капало. Сложить несколько слоев и сухим полотенечком... Переместить. Поместить. То есть, ну, если бы оно очень-очень было горячее, вы бы услышали там ш-ш-ш-ш. Но так оно не сильно происходит. Оно сейчас будет, благодаря перепаду температуры резко, оно сейчас будет отходить. То есть, получается там воздушная такая баня, и мы очень легко его перевернем. Разрезаем. Делаем красивую выкладку. Так, не могу, не могу. Что же там покажешь? Даш, Даш, мне тарелочку. Дам, дам, покажи только, что внутри. Идеально пропекшаяся свинина. Шикарной шубе. Скорее бы, скорее бы ее уже попробовать. Сейчас будешь все пробовать. Осталось буквально мгновение. Как интересно всегда, когда такой закрытый продукт, что же внутри. Такая сочная свинина. Уверенность. Есть всегда опыт и уверенность. И сколько времени нужно тарт Татену, чтобы отделиться? Я думаю, что мы сейчас это будем делать. Итак. Ту-ту-ту-ту-тун! Барабанная дробь. Опля! Держи кулачки. Пошел, пошел. Друг наш. ухты ухты сейчас да немножко подшаманим еще вот один маленький секрет для того чтобы мята которая вы купили в магазине она залежалась немножко и для того чтобы ее оживить нужно взять его подбросить и хлопнуть после этого вы как бы на одну секунду ее вот эти волшебные моменты так хлопнули запах ну просто если положить на руку и хлопнуть так ну не так красиво и как бы эстетично как хотелось бы поэтому мы делаем это поляна смятой получилось можно и понюхнуть вот такая красота у нас с тобой получилась хочется отломать кусочек но мы дождемся этого самого приятного кульминационного момента нашей программы момента дегустации во время которой мы попробуем наш грушевый тарт татен и нашу свинину в одеяльце из теста для приготовления свиной вырезки в тесте мы использовали вырезка свинины слоеное тесто лук помидоры анчоусы мед яйцо тимьян оливковое масло соль черный перец для приготовления грушевого тарт татен мы использовали груши мед мука сливочное масло яйца разрыхлитель тесто и вот наступил кульминационный момент мы с тобой свинину же разложили сейчас я буду резать и делить татен пока ты будешь делить татен я буду пробовать свинину если ты не против нет я абсолютно не против кусочек свинины немножечко лука с томатом и тесто правильно правильно это одновременно пробуем саша лук я попробовал отдельно он мне показался слишком сладким но когда я взяла немного томата немного лука и свинину и все это одновременно попробовала вкусы идеально сбалансировались вот идеально спасибо спасибо хотя от этой части я не ожидала сочности как правило у меня она не получается светлая вот эта часть свинины навсегда у меня получается сухой не знаю как тебе это удалось или этом дополнительные вкусы так и и смягчили хорошая компания это то чего я ждала особенно ну что теперь я попробую то что я тут наготовил я сделал то что хотел я очень довольна училась у меня получилось я очень довольна тобой спасибо и твоей едой ну что попробуем сладко попробуем сладко но вот вы заметили да приготовили мы не слоеного тесто сделали сами и это тесто которое мы делали сами оно на меду то есть можно сказать такой татен медовый медовый грушево медовый татен такое тесто получилось цвета как пряничные или я не знаю коврижечные коврижечные в общем пробуем пробуй давай 10 баллов это идеальный десерт вот просто идеально я не знаю что еще ним сказать он просто тут есть все необходимое сладости мало но между тем временами встречается это медовая карамель которая просто вот заполняет все потребности которые нужны вот сладкоежки и не только сладкоежки я думаю ты сказала что вот сюда бы идеально подошел шарик мороженым я нет я бы я бы я вот с чайком я бы с чайком я не могу больше говорить я не хочу больше говорить на этом говорим вам приятного аппетита готовьте готовьте с удовольствием ешьте с удовольствием подписывайтесь на наш официальный аккаунт instagram смотрите нас на youtube канале беларусь 1 и ждите нас по выходным здесь на телеканале беларусь 1 мы угощаем вас вкусной здоровой правильно семейной едой готовьте просто вкус до новых встреч и и и и и и Продолжение следует...